С чего начать эту историю, даже и не знаю, потому что этот случай произошел давно. Жили в селе три товарища, три закадычных друга, ходили вместе на охоту, дружили семьями и на рыбалку тоже вместе. Но случилось так, что один из них не вернулся с Великой Отечественной войны, погиб под ржевом, похоронка пришла. А его товарищи вернулись живыми. Один с легкой контузией, другой имел незначительные ранения. Узнав о погибшем друге, помянули. Стали привыкать к мирной жизни, опять ходить на охоту. Про семью товарища тоже не забывали. Там в семье Архипа осталось трое малышей. Делились охотничьими трофеями. Как и раньше, все добытое делилось ровно на троих, сколько бы вместе они не добыли. Так решили друзья. После войны семь тяжело жилось. А где не было кормильца, тем более. Однажды случилось с мужиками на охоте мистика. Из всех подробностей они рассказывали следующее. Антип и Алексей однажды поздней осенью отправились на охоту, на выходные. В лесу у них была небольшая охотничья заимка. Они построили ее еще до войны, когда были еще совсем молодыми парнями. Она находилась примерно в 6-7 километров от деревни. Было выбрано удобное расположение. Густой лес, огромная поляна, на котором парни построили заимку. Рядом протекал ручей с чистой водой, в котором можно было спокойно черпать и пить воду. Так вот, случилось с ними следующее. Однажды они были на охоте. Стояла глубокая зима. Охотники в этот раз добыли лося. Его тут же стали разделывать, пока не стемнело. Такую махину до заимки точно не дотащишь вдвоем. Решили разделать. И частями относить в охотничий домик. А потом ушли за телегой в деревню. Так они и поступили. Вся процедура прошла на ура. За несколько заходов они перенесли все мясо на заимку. Теперь осталось решить, кто пойдет за лошадью с санями, а кто останется ждать и стеречь добычу. Антип остался, а Алексей ушел. На всякий случай он оставил другу 4 жекана. Так, чтобы было, мало ли что. У самого охотника был только один жекан. Кто бы мог подумать, что что-то может произойти на самом деле. Итак, один охотник ушел. Один остался ночевать в охотничьей заимке. С ним остался верный пес Дукат. Это, пожалуй, все, кто был рядом из живых душ. Уже было на улице совсем темно, когда Антип услышал какую-то возню рядом с домиком. Кто-то нагло и бесцеремонно хозяйничал около охотничьей избушки. Такого наглеца следовало либо прогнать, либо просто как следует проучить, что в принципе и собирался сделать Антип. Но странное поведение собаки, которую сегодня он загнал в дом, заставило его быстро охладить свой пыл. Там за дверью был явно кто-то большой, раз собака так его испугалась. Охотник перезарядил ружье, поменял картечь на жаканы и только после этого с осторожностью открыл дверь. В свете отблеска тусклой луны ему предстала следующая картина. В сарае, где хранилось мясо, орудовал огромный медведь. Он видел только его со спины, но и этого было достаточно, чтобы понять, насколько он был огромен. Видимо, медведь не набрал достаточно жира. Проснулся раньше времени, такое бывает. Потом просто набрел на то место, где охотники добыли лося и по следам пришел за легкой добычей. Что же оставалось делать? Стрелять. Иначе мяса, пригодного в пищу, просто не останется. А этого допустить никак нельзя. Слишком тяжело достался охотникам трофей, чтобы так просто его отдать голодному зверю. Даже если этот грозный противник – медведь. Антик прицелился в медведя, но тот в самый последний момент, почувствовав опасность, развернулся. И теперь на охотника, можно сказать, в самый упор смотрел зверь. Расстояние еще не было критическим, хотя сарай располагался достаточно близко с охотничьим домиком. То не знает, но медведи очень быстро бегают, когда захотят. Антип знал это не понаслышке, поэтому более медлить было нельзя. Он произвел выстрел. Следом еще один. Все они точно попали в цель. Это было видно невооруженным глазом. Однако все два выстрела никак не навредили медведю. Наоборот, это лишь его разозлило, и он ринулся на охотника. Антип дрожащими руками выкинул патроны, перезарядился и почти в упор расстрелял медведя. До охотника буквально оставалось пять шагов, может чуть более, когда он отстрелялся. Медведь опять не упал. Такое ощущение было, что Антип стрелял не в живого зверя. Хотя как такое может быть, если от каждого выстрела слышны отчетливые попадания по месту? Значит, зверь реален, живой. Тогда почему не падает? Джакан остался только один, последний, из запасов самого охотника. Да и зарядиться бы в третий раз он просто бы не успел. Все это у него пронеслось в голове за долю секунды. А дальше началось самое интересное. Все, что он дальше рассказал, можно считать вымыслом, сказкой, чудом или охотничьей байкой. Каждое действие дальше казалось, как в замедленном кадре кино. Медведь несся на него, ведь оставалось шагов пять, не более. Однако все это расстояние растянулось по времени. Как будто до медведя было все 20 метров, не меньше. Антип спокойно отошел в сторону, перезарядился на картеть и последний Джакан. Медведь пробежал рядом, даже не задев охотника. В этот момент он уже полностью зарядил ружье и был готов к схватке со зверем. Теперь медведь развернулся, встал на задние лапы и пошел на охотника. Антип поборол свое волнение, взял себя в руки и произвел два точных выстрела. Как оказалось потом, пуля точно попала медведю по месту, прямо в сердце. Второй выстрел к картечью был бесполезным, но так, для успокоения самого себя. Теперь медведь упал замертво. Охотник стер холодный пот с олба. Такого страха он натерпелся сейчас, век помнить будет. А храбрый дукат выскочил откуда-то из-за угла и начал трепать медведя за ухо. Теперь могучий зверь был повержен и не опасен. Ближе к утру друг приехал на телеге. С собой он взял шурина, чтобы тот помог напогрузить мясо, да и лошадь с санями была его. Друг еще не видел медведя, когда они на поляне встретились с Антипом. Скажи, Леха, а что за патроны ты мне дал? Извини, я перепутал. Не с той стороны патроны дал. Вместо Жакана дал тебе единицы, заряженные на Тетерева. А что случилось? Антип снял шап. Друг увидел, что тот за ночь весь посидел. Мать честная, это как же тебя так угораздило? Потом они увидели медведя. Теперь понятно, почему тот не падал от волшебных Жаканов, которые всего лишь оказались дробью. У Алексея была привычка засыпать дробные патроны мукой, в перемешку с мелкими опилками. От этого они становились плотными, и если такой патрон потрясти, он не трясся вовсе. И тогда было трудно определить, какой заряд внутри. Так что можно было перепутать с пулевым, тем более, сверху он заливал парафином или свечкой. После этого случая, все патроны они стали метить. И никогда больше не ошибались.